Мир всем! Помолимся перед занятиями. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Царю Небесный, Утешителю Души истины, И живи с Десы, и вся исполняяй сокровища благих, И жизни подателю, приди и вселися вны, И очисти на от всякие скверны, И спаси, блаже души наша. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, Отверзи уши и очи нашего сердца, Чтобы нам услышать Твои слова и понять их, И исполнить волю Твою. Господи, благослови нас на это занятие, Чтобы это время, время наших занятий, Прошло для нас с пользой, И чтобы мы в познании Твоего слова Не уклонились ни вправо, ни влево От истинного понимания смысла. Господи, благослови слава Отцу и Сыну и Святому Духу И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Итак, сегодня 13 января 2023 года. Мы занимаемся по книге Первое послание Иоанна Богослова, Глава третья. Начинаем с четвертого, продолжаем с четвертого стиха. Всякий, делающий грех, делает и беззаконие. И грех есть беззаконие. И вы знаете, что Он, Он с большой буквы, Явился для того, чтобы взять грехи наши, И что в нем, то есть во Христе, нет греха. Толкование блаженного Феофилакта. Подтвердив речь о правде благами от правды, Апостол хочет теперь показать То же от противного, И что есть вонам, И говорит Всякий делающий грех. То есть, Сейчас как бы он говорит, Что раньше он говорил, получается, Будем подобны Ему, То есть Богу. Потому что и вот, Призывал, То есть призывал делать правду ранее. А сейчас он идет от противного И говорит уже о грешнике. То есть тот, кто делает правду, Он уподобляется Богу. А что с грешником? Давайте посмотрим. Итак, подтвердив речь о правде благами от правды, Апостол хочет теперь показать То же от противного, И что есть вонам, То есть, И что находится в противном. И говорит Сейчас подниму. Итак, Всякий делающий грех. Он говорит Как бы так Вы усыновленные Делайте правду И не показывайте себя Праздными от нее Не показывайте Говорит себя Праздными от правды Потому что Мало того, Что нельзя делать грех, Нужно еще Делать правду Потому что Если ты правду не делаешь, То ты Получается И не имеешь Правды То есть, Ты неправедник, Получается Если исходить из этого Далее читаем Ибо как в отношении греха Не тот грешник Или беззаконник Кто совершил Или совершит грех Но, Внимание, Тот, Кто держится зла И делает зло Почему? Ну, Это потом Так и праведен Не тот, Кто не действует Но тот, Кто делает правду То есть, Мало того, Что мы можем Сказать, Что мы делали Раньше Ну, Делали правду Правду мы делать Должны всегда Потому что И написано, Что и говорит Толкователь Что праведен Не тот, Кто не действует А тот, Но тот, Кто делает правду Постоянно Должны делать правду Дела Правды Далее Грех Даже и не уместен В вас Говорит толкователь Ибо Христос Явился Для разрушения Греха Видите В чем дело Грех Даже И не уместен В вас Ибо Христос Явился Для разрушения Греха И как Сам То есть, Христос Был Не причастен Греху Так и Вам Соединившимся С Ним То есть, Со Христом И Утвержденным Верой В Него Мы во Христе Соединяемся Только Верой В Него Так и Вам Говорит Соединившимся С Ним И утвержденным Верой В Него Не остается Уже места Грешить Не остается Уже места Грешить Это и означает Слово Всякий Пребывающий В Нем Не согрешает Это В шестом Стихе Мы дальше Будем Ниже читать Следующий Стих Это будет Мы еще Его коснемся Видите Братья Всякий Пребывающий В Нем Во Христе Кто верует Во Христа Не согрешает Поэтому Кто говорит Что Нет ни одного Праведника Все грешники Только один Христос Безгрешен Это не значит Что мы Не должны Бояться Греха Мы должны Очень его бояться И не должны Делать грех Потому что Почему А потому что Христос Умер за грехи Наши И как ты Называешь себя Христовым Когда Ты своими Грехами Вновь Его распинаешь То ты Скажи правду Что ты Не любишь Христа Ты его Ненавидишь Потому что Ты его Вновь Распинаешь Своими Грехами Которые Сознательно Делаешь Толкователь Продолжает Нужно Также Знать Что Грехом Называется Отпадение От добра А беззаконием Нарушение Положительного Закона Когда Закон Божий Нарушается Это Беззаконие Ну и здесь Толкователи Сам Непосредственно Иоанн Богослов Называет Что Грех и Беззаконие Это суть Одно и то же Это Синонимы То и другое Имеют Началом Одно От падения От добра То есть Беззаконие И грех Имеют Одно Начало Именно От падения От добра Грех От падения От добра От другое То есть Беззаконие Это преступление Когда Ты Нарушаешь Положительного Закона Когда ты Нарушаешь Закон Божий Приступаешь Его То это Считается Беззаконие Беззаконие Ну Понятно Далее толкователь говорит, но в сущности оба сходятся. Грешник уклонился от цели, назначенной по природе и в природе. Ибо цель человеческой природы – жить по разуму, далеко устранив неразумие. То есть цель человеческой природе – творить добро. Не беззаконие, не зло должны люди делать, а именно добро, они к этому предназначены – творить добро. Когда ты добро не творишь, а творишь какое-то противоположное, то ты грешник. Толкователь продолжает, точно так же и беззаконник, неудержимо стремясь ко злу, приступает закон, вложенный в природу. То есть закон, вложенный в природу, речь идет о совести. То есть он попирает свою совесть. И таким образом он является беззаконником в очах Божия. Так, если вопросов нет, я тихонечко буду продолжать, чтобы вас не запутать. Шестой, седьмой стихи. Далее. Всякий, пребывающий в нем, не согрешает. То есть, кто пребывает в Боге, не согрешает. А кто согрешает? Вопрос. Ну, значит, он не пребывает в Боге. Итак, ладно, не будем останавливаться. Читаем. Первая Ивановна, третья глава, шестой, седьмой стихи. И всякий, пребывающий в нем, не согрешает. Всякий согрешающий не видел его, его с большой буквы. И не познал его, его с большой буквы. Дети. Да не обольщает вас никто. Кто делает правду, тот праведен, подобно как он праведен. Он с большой буквы. Речь идет о Боге. То есть, толкование. То есть, кто неослабно следует за добродетелями и никогда не перестает совершать их. Видите, ключевое здесь – никогда. Не значит, что ты делал добродетели, а потом перестал вдруг. Нет, ты должен всегда их творить. То есть, кто неослабно следует за добродетелями и никогда не перестает совершать их, Значит, тот праведен, сказав, что Сын Божий явился, и что Он явился для того, чтобы, не сотворивши своего греха, своего с большой буквы, то есть, Христос греха не сотворил во плоти, когда Он явился нам, Он греха, сказано, не сотворил. И сказав, что Сын Божий явился, и что Он явился для того, чтобы, не сотворивши своего греха, внимание, взять, то есть, уничтожить наш грех, прибавляет, всякий согрешающий не видел его. Поэтому нельзя, братья, согрешать. Это я говорю к тем, кто утверждает, что ничего страшного, что мы придем, сходим на исповедь и опять нагрешим, опять поисповедуемся, опять причастимся. И что говорит Антон Богослов? Он говорит, всякий согрешающий не видел его, то есть, не видел Христа. Христа он не знает, а идет к чаше зачем-то. Ты сначала познакомься со Христом, узнай его, а потом уже иди к чаше. Чаша, причастие, это высшее благо, что вообще есть на земле. А ты идешь, только покурил, поматерился, сделал какой-то грех и идешь, в очередь встал, идешь к причастию. Что-то делаешь человек. Поэтому и болезни, говорит апостол Павел, среди вас немало умирают, потому что приходите к чаше Господней, не рассуждая о теле и крови Господней. Толкователь говорит дальше. Если ты родился свыше, через Слово Божие, через Духа Святого, то у тебя есть, ты получаешь силу от Христа не уступать греху. А ты говоришь, да я все равно, я просто, почему говорю, это же, я не просто с потолка эти слова беру. Это мне говорят такие же христиане, которые называют себя христианами в переписках или в общении. Они говорят, ну нет, это ты неправильно рассуждаешь. Я, например, говорит, отстать от греха не могу. Я все, я хожу, говорит, на благовестие, там все делаю, там и прочее. Ну грех все равно делаю. И вот толкователь говорит, толкуя Иоанна Богослова, он говорит, если вы, говорит, когда он явился, увидели его, и вследствие видения его получили силу не уступать греху, значит, получается, ты какой-то грех делаешь. Ну да, ты какие-то дела добрые делаешь, дела веры, но и грехи делаешь, но силу ты разве не получил от Бога не уступать греху? Получил, а почему тогда ты уступаешь греху? Ты тут либо одно, либо ты эту силу не получил, а если ты ее получил, то почему ты греху уступаешь? Значит, тут у тебя уже неверие какое-то происходит. Ты не веришь Богу, что Бог тебе дал эти силы. Ну, и неверие, оно может быть рождено от невежества, от незнания, потому что ты не читаешь Писание и не читаешь Писание в толковании святых отцов в церкви, чем мы сейчас занимаемся. Итак, если вы, говорит, когда он явился, увидели его, и вследствие видения его получили силу не уступать греху, как совершенно утвердившиеся в нем, то очевидно, что те, которые грешат, не видели его, не видели Христа, и потому не познали его. Далее. Под видением его, разумеет, не видение внимания простым, прикосновением глаза, или легким воспроизведением в своем воображении чего-либо известного. То есть, можно Христа увидеть на иконе, например, или, например, при жизни люди видели Христа. Это не видение, это не означает. И не то, что ты в воображении созерцал, скажем, Христа. Или, говорит, легким воспроизведением в своем воображении чего-либо известного. Но что такое видение? Видение – это, внимание, что такое? Давайте узнаем. Видение – это нежелание сколько-нибудь обсудить и разузнать дело, и присоединиться к нему, как мы выше говорили. То есть, чтобы поясню, чтобы понятно было, истинное видение Христа – это слова Христа. Он говорит, исследуйте Писание, ибо через них вы думаете иметь жизнь вечную. Не просто ты его прочитал, или кто-то тебе что-то просто рассказал о Христе. Нет, ты должен погрузиться, глубоко погрузиться, исследовать Писание, как говорит Христос. И как вот здесь толкователь говорит, что видение – это именно разузнать дело и присоединиться к нему, как мы выше говорили. Толкование дальше. «Сказав же это, утвердительно заповедует». Ян Богослов заповедует. «Да не обольщает вас никто». Смысл такой. Кто делает правду, тот познал праведного. Праведного с большой буквы, то есть Христа. Ну, или Бога, можно сказать. Можно так, можно по-другому. Кто делает правду, тот познал праведного и праведен, как и Он, то есть Бог. Напротив, кто делает грех, внимание, тот от грешника. А от какого грешника? Он дальше говорит. То есть от дьявола. То есть, если ты легко грешишь, человек, легко просто так, у тебя отец дьявол, а ты к чаше подходишь. Это я все вот той женщине говорю, которая говорит, что ничего страшного, ты греши. Безгрешен только один Иисус Христос. Нет, у тебя отец-то дьявол, как ты к чаше подходишь? Как ты ко Христу подходишь? Так как он грешит от начала. Он, то есть сатана, грешит от начала. Посему Бог, пекущийся о создании своем, сам, будучи правдой и святостью, открылся, то есть явился в мир, чтобы уничтожить дела дьявола. Христос-то явился, чтобы дела дьявола уничтожить. Какие дела дьявола? Грех, смерть. А ты говоришь, что ничего страшного, все люди грешные. Да, ты был грешный, конечно. Мы не отрицаем, что мы безгрешные, потому что если бы мы были без греха, тогда не было бы смысла в приходе Христовом, но Христос ведь пришел. Это как раз показатель того, что ты грешный. Но ты, познав Христа, не должен попирать уже его, не должен вновь его, Христа, распинать своими грехами, потому что Христос умер за твои грехи. Выкуп дал и примирил тебя. Ты был врагом Христовым, когда был врагом Божьим, когда совершал грех. А когда ты примирился с Богом через Христа, ты уже не можешь грешить сознательно. Потому что тебе сила дана от Христа, от Бога, противостоять греху. Дана сила. То есть ты сильнее. Это даже так вот подумать просто, кто сильнее, сатана или Бог? Ты с Богом. А что ты говоришь, что ты не можешь преодолеть грех? Ты либо неверующий, либо у тебя отец дьявол, либо еще что-то. Либо ты Писание не читаешь, не исследуешь. Можно мне немного? Да, конечно, конечно. Благословите. Значит, сегодня мы разбирали от Марка 1 главу 9-10 стих, там где на 40 дней Господь наш прошел и взволкал, чтобы подпустить к себе дьявола. И главным образом, как там есть ссылка, посмотрите более подробно, расписано разговор Господа с дьяволом в главе 4-й от Матфея. И вот там 3-й, 3-й, 4-й, я здесь немножечко зачитаю. Если ты сам Сын Божий, скажи, чтобы камни сделались хлебами. Он сказал, не хлебом одни будет живший человек, и не всяким словом, но всяким словом исходящих уст Божих. Здесь ссылка есть на второзаконие, но я чуть позже. А здесь у Филакта расшифровочка вот такая, как раз чему научает нас, в чем мы согрешаем. Он говорит, что за грех было превратить камни в хлеб. Но здесь же отвечает, знай, что послушать дьявола, в чем бы то ни было, есть грех. Грех, то есть абсолютное падение. Мы рассуждали, значит, первый приход дьявола, это наши помыслы. Помыслы, которые порождают наши всяческие отступления. А расплата за любой грех, грех это предательство Господа, предательство, и соединение с дьяволом, который прерывает нас и в слове, и в деле, и в помышлении. И вот второзаконие я сейчас прочитаю. Тремянадцатый стих, это шестая глава. Господа Бога твоего бойся, ему одному служи, и к нему прилепись, и его именем клянись. Вот здесь не совсем не понятно, что, как это вообще запрещено, клятся. Но в данном случае, вот эти слова, что все должно у нас, чтобы не совершить грех, нужно быть очень внимательным. И все время спрашивать, стараться у Господа, чтобы не впасть в грех. И в помыслах, и в словах, и в делах. Аминь. Если ясно пояснил. Да, очень даже ясно. И, конечно же, это говорит о том, что Господа Бога твоего бойся, как вот вы хорошо заповедь привели. Но если ты делаешь грех, то у тебя нет страха Божия. Если ты делаешь грех, легко делаешь. Ну, могут быть, я сейчас не говорю о каких-то невольных падениях или там еще каких-то там немощи, которые врачуются покаянием. Сейчас не об этом говорю. А о том, что есть большинство людей, которые не заморачиваются о том, чтобы не делать грех. Не пекутся, не бодрствуют над этим. Это роковая ошибка. Вы становитесь, хотите вы того или нет, вы становитесь уже детьми дьявола. А какое общение, говорит Света, ой, да, Света со тьмой. Или праведностью с неправедностью. Никакого общения нет. То есть, ты чуждый просто. Было же видение, по-моему, если память не изменяет, преподобному Макарию Великому Александрийскому, по-моему, или Египетскому, по-моему, Александрийскому, когда он видел, что люди ведут к чаше, и кто одним дается причастие, а другим дается, значит, от них чаша убирается, и им дается в рот какой-то черный уголь, а чаша относится в алтарь на престол. А они этого не видят. Все как бы из одной чаши как будто бы причащаются. Сами себя обманывают просто. Чаша приходит, а они не причастились к телу и крови Господней. Уголь положили им в рот, и все. Немного можно добавить. Мы радовались сегодня, Игнатий Тихонович. Отец на ум его спросил, все-таки как молиться? Ведь молитва и постом мы отталкиваем, отгоняем этот грех, непрестанной молитвой сотворяем. И Игнатий Тихонович очень хорошо и подробно пояснил. Всякая мысль, всякая, это и есть движение самого врага. Если мы его принимаем, все, у нас стена стоит. Игнатий Тихонович очень хорошо сказал, пришла эта мысль сразу с Господом, помоги этому человеку. Смири его, дай ему радость, дай ему прощение, чтобы не сотворился внутри прием этого согрешения. Помните? Ну да, надо отражать прелоги бесовские, потому что это его еще называют, дьявол называют мысленным врагом. Мысленным врагом. Нету, да, больше братья дополнить? Хорошо. Давайте дальше тогда. Давайте узнаем 8 стих, 3 глава, 8 стих. Продолжаем. Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Толкование блаженного Феофилакта. Так как дьявол постоянно обращается в грехе, то всякий, кто грешит, становится сторонником дьявола. Ибо дьявол предначинает в человеке грех, внушая ему лукавые помыслы, как Иуде. Евангелие от Иоанна, глава 13 стих 2. Это вот как раз брат Петр Яковлевич сейчас говорил как раз про то, что сатана подходит к человеку через помыслы. И вот здесь говорит толкователь, что дьявол внушает человеку лукавые помыслы, как Иуде. Давайте прочитаем. Это Иоанна, Евангелие от Иоанна, 13 глава, стих 2. Евангелие от Иоанна. 13 глава, стих 2. Ага, давайте. Сейчас прочитаем, как явился мысленный сатана Иуде. И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать его. То есть, смотрите, получается, у Иуды пришел помысл предать Христа. Трагедия Иуды была в том, что он принял этот помысл, не отразил его. То есть, ему надо было свою клеть, своего сердца закрыть наглухо и взмолиться Богу, как вот брат сейчас тоже говорил, Петр Яковлевич. Ему надо было молиться, а он принял его с распростертыми, можно сказать, объятиями. Вот хороший пример. Так. Идем дальше. Иной скажет, вот смотрите, вот тоже вопрос такой хороший. Иной скажет, внушая ему, иной скажет, как дьявол бывает в тех, которые грешат, когда они прежде него согрешили уже тем, что дали ему место, то есть, дали место дьяволу. Ну, это как бы, сейчас он развеет этот вопрос, это не совсем разумный вопрос. И он отвечает, такому должно сказать, что делать грех и давать место дьяволу одно и то же. Ибо дает ему место тот, кто грешит. Вот кто грешит, тот дает место дьяволу. Казалось, бывает у нас как вот, у людей. Ну, вот здесь вот небольшой грех вот сделаю, ничего же страшного, ну, слабый я. Ну, ты сделал грех, но ты должен твердо знать, что ты даешь место дьяволу. А ты о последствиях потом ручаешься, какие будут, когда ты дашь место дьяволу. Там тебя может так понести потом, в эту пропасть греха. Ибо дает место дьяволу тот, кто грешит, подчинившись похоти, а с принятием его, то есть дьявола, уже и на деле совершает грех, ибо это значит делать грех. Хорошо сказано, кто делает, а не сделавший. То есть, кто делает грех, тот от дьявола. Тут тоже вот многие, у нас, кстати, православные, в большей массе вот эту книгу абсолютно не знают. Первое послание на богослово. Это как вот Мартин Лютер, он начальник протестантов, выкинул из Библии книгу апостола Якова, где говорит, где Яков говорит, что вера без дел мертва. А протестанты, они говорят, что ты только веру и уже спасен. А апостол Яков говорит, вера без дел мертва. то есть и я слышал такое, что Игнатий Тихонович у нас говорит, что Мартин Лютер из своего кодекса убрал книгу апостола Якова, то есть соборное послание Якова, брата Господня. Вот также можно сказать, что православные выбросили из Библии вот эту книгу. Первое послание Иоанна Богослова. Такое складывается впечатление. Потому что как будто ее абсолютно не знают, не видно, чтобы они понимали это все, судя по их разговорам. Хорошо так и дальше идем. Хорошо сказано, кто делает, а не сделавший. Потому что бывает, кто-то делал грех, но он принес покаяние и сейчас не делает грех. Не делают. Это важно. Значит, ты уже не от дьявола, поскольку ты не делаешь его. Ты принес дела веры, а какое дело именно? Дело покаяния, это дело веры. А когда ты делаешь грех, то все. Значит, хорошо сказал, кто делает, а не сделавший. И в том отношении, что покаявшийся уже не от дьявола, но от него только, то есть от дьявола только тот, кто совершает грех. Так и раб греха есть тот, кто делает, а не тот, кто сделал грех. Внимание, раб греха есть тот, кто делает грех, а не тот, кто сделал. Если ты сделал грех, принес покаяние, сейчас противостоишь греху, ты не раб греха уже и не раб дьявола. Ибо всякий делающий грех есть раб греха, а ты уже его не делаешь. еще что-то хотел сказать, но думаю, тут и так уже достаточно здесь сказано. Лучше не скажешь. Все понятно. Девятый, десятый стихи. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его, семя его с большой буквы, пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога. Дети Божьи и дети дьявола узнаются так. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего. Толкование блаженного Феофилакта. Всяк или всякий, кто делает грех, потому что грешит, есть от дьявола и называется сыном дьявола, как апостол Павел сказал Елиме в Деяниях 13 глава 10 стих. Сын дьявола, перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних? То есть Елиму апостол Павел здесь прямым текстом назвал сыном дьявола. Почему? Потому что этот Елима Волф отвращал проконсула Павла от веры, когда Павел ему благовествовал Евангелие. А этот проконсул Павел был очень большой человек, так скажем, начальник и богатый человек, понятно. И вот этот Елима Волф, он противился, он не хотел, как бы говорил, что апостол Павел тебе морочит голову и прочее. И вот он ему называл прямо конкретно сын дьявола, перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних? Очевидно, и тот, кто рожден от Бога, будучи сыном Божиим, не грешит. Вот эти слова почему не знают у нас православные? Почему они все эпитетами различными там всех говорят, вы законники и прочие. Вот же, вы же феофилаты признаете и читаете. Он для вас авторитет. Вот он же говорит, очевидно, и тот, кто рожден от Бога, будучи сыном Божиим, не грешит. Почему? Потому что семя его, то есть Божие, то есть или Дух, которого мы получили через дар, которого удостоились и который, который с большой буквы пребывает в нас, соделывает ум наш недопускающим греха, или же сам Христос, семя его, то есть, или говорит, семя, это говорит, семя Божие, это или говорит Дух Святой, хефилак говорит, или это сам Христос, который, обитая в верующих, соделывает их сынами Божиими, как и сам Христос в семени Авраама есть сын Авраамов. Это мы читаем Евангелие от Иоанна, называется, это первая глава, первый стих, там родословие Иисуса Христа. Иисус, как по памяти, ну-ка, сейчас попробуем, сын Божий, так, сейчас, давайте лучше зачитаем, чтобы нам не ошибиться в словах Матфея, первая глава, первый стих, родословие Иисуса Христа, сына Давидова и далее сына Авраамова. Вот это семя Авраамы, которое обетовал Бог Аврааму и есть Иисус Христос. И вот это семя должно, не должно, оно обит... Оно есть у христиан. И этим семенем, то есть Иисусом Христом, здесь называют феофилакт, семя, то есть Дух Святой и Иисус Христос. Давайте еще раз зачитаем толкование отсюда. Очевидно, и тот, кто рожден от Бога, будучи сыном Божиим, не грешит, потому что семя его Божие, то есть Дух, то есть или Дух, которого мы получили через дар, которого удостоились, и который пребывает в нас, соделывает ум наш недопускающим греха, или же сам Христос, который, обитая в верующих, соделывает их сынами Божиими, как и сам Христос в семени Авраама есть сын Авраама в Матфея 1.1. И в семени Авраама сказано, то есть во Христе благословятся все народы. Сказано же, что в семени твоем Аврааму сказано, что в семени твоем благословятся все народы. Бытие 12.3 Давайте зачитаем. Бытие 13.3 Поторопился. Третий стих. Бытие 13.3 может быть 17. А, 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. Вот что Бог говорит Аврааму в Бытие 12.3. «Я благословлю благословляющих Тебя, и злословящих Тебя прокляну, и благословятся в Тебе все племена земные». Вот Игнатий Тихонович постоянно тоже любит этот стих напоминать нам, чтобы мы благословляли семя Авраамова. Для чего? Ну, чтобы мы сами были благословенные. И ни в коем случае семя Авраамова проклинать нельзя, потому что будем подобны иначе, прокляты, как здесь вот показано. Что злословящих Тебя проклину, не должны злословить мы, народ Божий. Семя Авраамы не должны злословить. Разобрались, что значит обетованное семя Авраамы. Это именно Христос. Также Галатам 3.16. Ну, там я так понимаю, что то же самое, это просто повторяется. Галатам 3.16. Но Аврааму даны были обетования и семени его. Не сказано и потомкам. Видите? Как бы о многих, но как об одном. И семени Твоему, которое есть Христос. Вот семя – это Христос. Давайте прочитаем объяснение Златоуста. Вот Феофилак приводит на эти стихи. На 9-10 стихи 3 главы. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога. Дети Божьи и дети дьявола узнаются так. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего». Толкование Златоуста. «Всякий раз, как мы грешим, мы рождаемся от дьявола. А всякий раз, как совершаем добродетель, рождаемся от Бога. Потому что семя его пребывает в нем». Первое послание Иоанна Богослова 3.9. «Семенем называет Духа, которого мы получаем через крещение, и который, который с большой буквы, пребывая в нас, делает ум наш недопускающим греха. Если же кто не родится от Бога, тот не получает Духа Святого». Поэтому важно родиться от Бога. Почему? Потому что сказано, кто Духа Святого не имеет, тот и не Его. Послание апостола Павла к римлянам. Иное объяснение, говорит Златоуст. «Семя Божие есть Христос, который, обитая в верующих, соделывает их сынами Божиими». «Так в семени Авраама, которой есть Христос, благословляются все народы. Иначе семенем называют первое поколение родоначальника, отличающееся добродетелями». Ну, это так вот, чтобы представить. Иначе, то есть семенем называют первое поколение родоначальника. Например, вот кто в вашем роду родоначальник? Ну, к примеру, да, в уудейском роду кто первоначальник? Авраам у евреев. И вот это говорит. «Иначе семенем называется первое поколение родоначальника, отличающийся добродетелями, родоначальник своими добродетелями как бы орошает свое племя». Видите, это дети Авраама. «И чем сам приобрел славу, тем и своим преемникам дает возможность быть в славе. Особенно если они, внимание, соблюдут достоинство предка своего, не омраченными. Ибо они доставляют славу не всякому без разбора». Почему иудеи, хотя и напрасно, говорили Христу «мы семя Авраамова». Вот они говорили, что «мы семя Авраамова». Да, по плоти они происходили от Авраама, но дела Авраама, добродетели Авраама, они не имели. Поэтому здесь говорит толкователь, что они напрасно говорили Христу, что «мы семя Авраамова». Ну, там Христос их обличает хорошо. Если бы, говорит, вы были дети Авраама, то дела Авраама делали бы. А далее, в другом месте он говорит, что «если бы вы были дети Авраама, то вы любили бы меня, потому что я от Бога и шел и пришел, ибо я не сам от себя пришел, но Он послал меня». Авраам говорит, что этого не делал. Вы хотите меня убить, а Авраам не хотел этого. Так, с семенем разобрались, да? Ну, семя еще я здесь добавлю, что семя – это можно прочитать даже другую. Что говорит нам Писание о семени? Давайте зачитаем Лука, 8 глава, 5 стих. Чтобы уже о семени закончить нам и переходить дальше. 8 глава, 5 стих. Давайте с 4 начнем. «Когда же собралось множество народа, и из всех городов жители сходились к нему, к нему с большой буквы речь о Христе идет, он начал говорить притчу. Вышел сеятель семя свое». Семя свое. А что это за семя свое? А это Слово Божие. «И когда он сеял, иное упало при дороге и было потоптано, и птицы небесные поклевали его. А иное упало на камень, и, взойдя, засохло, потому что не имело влаги. А иное упало между тернием, и выросла терния, и заглушила его. А иное упало на добрую землю, и, взойдя, принесло плод старичный. Сказав сие, возгласил, «Кто имеет уши слышать, да слышит». Ученики же его спросили у него, что бы значила притча сия. И вот давайте послушаем, как Христос объясняет притчу эту. Что значит семя? Он сказал, «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а прочим в притчах, так что они, видя, не видят, и слыша, не разумеют». Вот что значит притча сия. Внимание! Семя есть Слово Божие. Понятно? Дальше я читать не буду, просто чтобы нам тему семени Божьего завершить и перейти к другому стиху. Я вот еще... Значит, мы говорим, что это Дух Божий, толкователи говорят, потом это Иисус Христос и Слово Божие. Вот это относится все это семя. Да и другое название вспомним у Христа. Слово Божие, так его и Библия, Писание, Божественное Писание, так его Христа и называют. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 1. «Вначале было Слово, Слово с большой буквы. И Слово было у Бога. И Слово было Бога». Так, пожалуйста, я сейчас немножечко остановлюсь. Вопросы дополнения, братья, есть? Тут вроде бы так стараемся... Хорошо это растолковано здесь. Думаю, всем все понятно, надеюсь. Время у нас немножко есть еще. Ну хорошо, если микрофон у кого не включается, попозже можете задать. Стихи с 11 по 14. Ибо таково благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего. А за что убил его? За то, что дела его были злые, а дела брата его праведны. Не дивитесь, братья мои, если мир ненавидит вас. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Нелюбящие брата пребывают в смерти. Толкование блаженного Феофилакта. Апостол примером подтверждает, сколь великое зло ненавидит брата. Пример приводит апостол. Какой? А вот историю Каина и Авеля. Какое зло привело? Смотрите, говорит, вот Каин возненавидел брата и убил его, несмотря на то, что он родной брат его. Каин творил злые дела отца своего, дьявола. То есть у Каина отец был дьявол. Авель же, делая правду, был сыном в отношении к Богу. Тут видите, Каин позавидовал Авелю. Почему? Ну, Бог благоволил Кавелю. А как он к нему мог не благоволить, если он был сыном его? Здесь дьявол противопоставляется Богу, а злые дела – делам добрым. Посему-то Каин, противоположный брату, убил его, Авеля. Таково объяснение по ходу речи. Но апостол Иоанн изменил этот порядок, имея особое побуждение. Видите, апостол Иоанн, он изменил порядок повествования. Включил здесь историю о Каине и Авеле. Почему? Ну, давайте узнаем. Ибо ему, после того, как упомянул о дьяволе и о том, что делающие зло становятся детьми его, детьми дьявола, естественно было выставить пример того, кто в начале мира поспешил сделаться сыном дьявола через злые дела. А кто в начале мира поспешил сделаться сыном дьявола? Кто сделал самое злое дело? Ну, Каин, речь как раз о него и идет. Он поспешил быстренько сделать дело дьявола, то есть убийство, грех он решил сделать. Ну, и поспешил тем самым сделаться сыном дьявола. То есть связь ясна, да, что какая именно связь? Что всякий делающий грех есть, а раб греха. А здесь он говорит, что нелюбящий брата пребывает в смерти. И это он объяснил примером как раз Каина и Авеля. Можно я пример личный приведу? Да, конечно. Вот дьявол, он очень активно может вмешиваться в нашу жизнь. Пример такой. Приходит к нам попросить, ну, милостину, к нашему дому. Я говорю, идите, возьмите вот в том, значит, отсеке рыба. Вот. Ну, и говорю, что эта рыба, в общем-то, не очень она там уже нам пригодна или что. И вот они пришли, и тут же мне Господь, молясь, это говорит. Что ж ты делаешь? Это же Бог пришел. Я говорю, ворачиваюсь, вернитесь, выберите самое лучшее. Самое лучшее. И вот это благодаря, вот как дьявол может совершить. Мы забываем, что здесь, когда приходит что-то попросить или что, мы забываем сразу обратиться к Богу. И попадаем вот в такой процесс. Но я милостиво. Теперь с этого момента я все время, если кто-то что-то просит, я стараюсь выбрать самое лучшее. Или хотя бы то, что пригодно лично для меня. Потому что все мы даем Богу. Слава Богу. Ну да, как в другом месте сказано, что как хотите, чтобы с вами поступали люди, так вы поступайте с ними. То есть тут вот можно просто представить, а эту плохую рыбу ты сам будешь есть? Будешь? Ну тогда, пожалуйста. А еще лучшее, если ты дашь лучшее, потому что ты проявишь заповедь любви. Главная наша причина, вот я с Костей сколькими общаюсь, люди не могут понять и представить, что мы постоянно, мы станем перед Богом. Он все наши мысли, все наши чувства, и ему нужно наше сердце. Вот это главное мы должны усвоить, чтобы его не обидеть, Господа. Да, мы Богу должны служить не на 99%, а на все 100%, как в другом месте написано. Сыне, дашь мне твое сердце. Сердце Богу должны посвятить. Ему что-то там маленькое, и Богу уже это не проходит. Богу нужно давать все лучшее, как вот как раз мы здесь приходим, приводим пример Авеля. Авель приносил жертву, если вот вы вспоминаете книгу Бытия. Он Богу отдавал самое лучшее, то, что у него было в жертву. Он разводил скот, и я так понимаю, вот этих агонцев, он самых лучших выбирал и отдавал Богу. Так, продолжим. 15-18 стихи. «Всякий, ненавидящий брата своего, есть человека-убийца». А вот к чему он говорил про Каима-то и про Авеля. Он к этому подводит. «Всякий, ненавидящий брата своего, есть человека-убийца. А вы знаете, что никакой человек-убийца не имеет жизни вечной, в нём пребывающей. Любовь познали мы в том, что он, он с большой буквы, положил за нас душу свою. И мы должны полагать души свои за братья. А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце своё? Как пребывает в том любовь Божия? «Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истинною». Толкование блаженного Феофилакта. Закончив о Каине и о злых делах, подобных его делу, подобных делу Каина, опять обращается к любви и говорит, что любовь преклонила Господа положить душу свою за нас. Любовь преклонила, братья Господа, положить душу свою за нас. И что по его, по его примеру, по примеру Христову, и мы должны полагать души за братьев. Но как это делается редко, что редко делается? Ну, редко люди души свои полагают за братьев. И немногими это делается. То апостол, как бы пристыжая верных, начиная с небольшого, убеждает к братолюбию. Он говорит как бы так. Что говорить о положении души за брата? Как мы видим, что не удовлетворяют братьев своих в необходимом для жизни, и при том не бедные средствами жизни. Об этих я, говорит, не говорю. Речь идет о том, что есть очень супер богатые, но владеющие богатством целого мира. Посему да постыдятся таковые. Посему да постыдятся. Ибо если затворили сердце в этом малом и явились недостойными любви Божией, то что показали? Показали бы, когда бы потребовалось больше умереть за брата. Потом еще продолжают обличать тех, которые ограничивают любовь словом и обнаруживают ее только на языке. То есть он говорит, не станем любить только словом, но делом и истинным. Но делом и истинным. Дети мои, не станем любить ни словом, ни языком, но делом и истинным. Мало говоришь ты на слове, но еще нужно именно делом это доказать. Потому что без дел-то вера, без дел мертва сказано. Мертва вера никому не нужна, ни богу, ни людям. То есть здесь апостол Иоанн Богослов говорит, что в идеале нужно полагать души свои за братьев. А здесь в данном случае он говорит, что вы хотя бы, если имеете достаток в мире, но вы хотя бы видите в нужде брата вашего, то сотворите в любовь. Я, говорит, не требую сейчас от вас, чтобы вы за него умерли, но вы хотя бы накормите, дайте необходимое для жизни этого человека, для жизни братьев ваших, если у вас избыток есть. 19-22 стихи. Так, наверное, нет, мы не успеваем. Мы сейчас время Игнатия Тихоновича. Остановимся. Я благодарю братьев всех за участие. И, пожалуйста, у нас время Игнатия Тихоновича. Мир вам, Игнатий Тихонович. Сейчас я отключу демонстрацию. Я хочу сказать, Александр, вы вспоминаете, где я что сказал. Память у вас хорошая. Спаси Христос. Ну, стараемся записывать, запоминать. Игнатий Тихонович, у меня сразу к вам вопрос такой. Вот это ко мне обратился один человек, он имеет, ну, пасется, так скажем, на наших ресурсах, но у него странный вопрос, он ко мне задал. Я ему ответил, но он все равно не может как-то это принять. И сейчас я конкретно уже к вам задаюсь тем, чтобы, может быть, он вас услышит и примет. А фамилия, назовите, фамилия, звать как? Ну, я... Никита. Никита, сейчас скажу, Никита, фамилия... Косикин, по-моему, нет, не Косикин. Сейчас, секундочку, гляну я. Сейчас посмотрю. Я говорю, что один стущится, я говорю, заходите, а он не смогу сейчас попозже. Я тогда сказал, ровно через месяц. И он сейчас стущится и стущится, а я не отвечаю. У меня времени совсем нету. Я ему открыл двери, а он мне некогда вроде или что-то... Да, фамилия его Никита Косенко. Он нынче у нас был в Потеряевке, только при крещении не принял он. Двое они были. Двое было, да. Вот у него вопрос сейчас я зачитаю. Потому что я-то ему ответил, но он не удовлетворен моим ответом. Итак, он задает вопрос такой. Самый страшный грех – это неверие. Я говорю. И для Христа есть один грех – неверие, я тоже говорю это, который не прощается ни в этой жизни, ни в будущей. И он говорит, а в связи с этим у меня возникли некоторые вопросы. На чем вы основываете это утверждение? Или же вы просто оговорились? И он говорит, просто, насколько я знаю, непростительный грех – это хулана Духа Святого. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в семь веке, ни в будущем. А неверующим христиане призваны благовествовать, дабы посредством Христа они получили прощение грехов и возможность войти в вечное Царство Господа. Вот такой вопрос у него. И он не согласен с тем, что неверие – это этот грех не простится ни в этой жизни, ни в будущем. А вы возьмите ему, прочитайте, Евангелие от Иоанна, 3 глава, 36 стих. Прочитайте. Давайте. Давайте прочитаем сейчас. Не вы даете, а Христос ему дает ответ, что вы правы на 100%. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Дух Сытой придет и обличит мир о грехе, о правде о суде. Я о грехе, а не о грехах. О грехе одном, что не верует в меня. Второе, о правде, что дух отцу моему. Я судя, что князь мира сего осужден. Вы опять правы оказались. Другого я ответа дать не могу. Скажите, что я добрый на 100%. Ну да, тут иначе будешь спорить с самим Христом, понятно. И как? А вот вопрос такой... Евангелие от Марка, 16 глав, 15 стих. Идите и научите все народы, кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Опять то же самое. Он осужден будет за неверие. Откуда вы берете? Да мы еще берем. Мы просто расслышали голос Христа. Он сказал это всем. Печально это то, что с нами, на наших ресурсах, постоянно с нами, и скорбно за этих братьев. Потому что, ну как такие очевидные вещи-то, не понимаете? Ну что сделаешь? Не до умения. Все, моим авторитетом по-другому могу говорить? Нет, конечно, я сам так верую, как Христос сказал. Так что ему так и передайте. Скажи, этот вопрос поднимали, и вот такие два места указали. Да, хорошо, так и сделаем. А это Христос, скажи, тебе отвечает. Так, вопрос у нас сегодня появился у Петра Яковлевича. Я его пометил себе и думаю, вас спрошу. Он переводил сегодня в Тарзаконе 6.13. Господа Бога твоего, бойся и Ему одному служи, и к Нему прилепись, и Его именем клянись. Вот он не понимает, как понять именем Божьим клясться. Как? Бог свидетель. Говорит, Бог свидетель. Я клянусь, что Бог свидетель мне, что я говорю, это правда. Это разрешалось. А Господь говорил, если поклянется вот жертвенником, ничего, а жертвой, если повинен, а почему-то жертвенник никогда не оплатить. И храм тоже клянется храмом, клянется и живущим в нем. 57.15 пророка Исаия об этом говорит. Это люди просто не знают Слово Божие. Это большой недостаток. Определенно и щетка говорится об этом. Все. А давайте я засчитаю 57.15 сейчас Исаия. Давай. Вот баптисты другие, они знают только два места. А Господь сказал, обитание в трех местах. В трех. Когда спрашивают, где Бог, открывай сразу вот это. Исаию. Где Бог находится? Да, Исаия 57.15. Ибо так говорит Высокий, Высокий с большой буквы, и Превознесенный, Вечно живущий, святый, имя Его. Я живу на высоте небес. И Его святилище. Это два? Что? На высоте небес? Второе. Восвятилище. Восвятилище, да. И также с сокрушенными и смиренными духом. Все. Чтобы оживлять дух смиренный. Всех там признают два. А что восвятилище, в храме они нет. А клянется, живущим в нем. Они храм-то не признают. Ну и отсюда вывод другой. У него и нет храма. У любого еретика храма нет, а у нас есть. Да, вот сегодня еще мы проходили, Игнатий Тихонович, что всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем. Семя Божие, здесь толкователи, Феофилакт и Иоанн Златоуст, они приводили этот Дух Святой и Христос. А я еще дополнил словами самого Христа. Семя Божие, то есть я привел это Слово Божие. Все правильно? Правильно. Но только семя человек может наизусть знать, а Духа Святого нет, он умом взял. Так что Господь сказал по самой верхушке. Вы правильно сказали, так и есть. Ну а тут речь идет, что не грешит. А не грешит – это живая вера, а живая там, где Дух Святой. Да, спаси Христос. Так, братья, пожалуйста, еще вопросы есть у вас к Игнатию Тихоновичу? Если нет, будем его отпускать. Если у Игнатия Тихоновича самого, может, что-то еще скажет? Нет, я уже наговорил столько, что ты все не ответишь. Да, но мы тогда вас не будем задерживать, потому что понимаем, что время-то дорого очень. Так, вы можете сейчас что, помолиться и на этом закончить? Или продолжать до полчаса? Мы закончим, помолимся и закончим. Вы назначите только нам молитвенника? Я сейчас скажу. Проверю, кто ходит здесь. Так... Вот такое дело. Хорошо. Валентина Хапилина здесь? Да, здесь. Ну, вы знаете, и все. Братья пропоют тут, что кондак, или там... Ну, и помолитесь, прославитесь Святую Троицу, и хорошо скажите Аминь. По славу Божию. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Достойно есть я, кого истину, Блажите Тя, Богородицу, Присно блаженную и пренепорочную, И Матерь Бога нашего, Честнейшую Херувим, И славнейшую без сравнения Серафим, Безыстрения Бога, Слово Рошую, Сущую Богородицу Тя величаем. Благодарю Тебя, Христе Божий наш, что даешь возможность изучать Слово Божие, даешь возможность общаться с братьями и сестрами. Благодарю Тебя за все Твои милости, щедроты, благословения, благодеяния. Господи, благослови братьев, которые ведут занятия, укрепи их духовно и телесно. Тебе подобает слава, честь и поклонение. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Аминь, спаси Христос. Кто согласен, всегда говорите Аминь. Молитва будет Ваша. Аминь, спаси Христос. Аминь. Аминь, спаси Христос. Аминь, спаси Христос. Аминь, спаси Христос. Аминь, спаси Христос.